Микс Ньюс Сейчас в нашей студии глава Латвийской ассоциации космической индустрии Паулс Ирбинс. Доброе утро. Доброе утро. Мы будем говорить про космос. И, наверное, главная и самая приятная новость последнего времени, это то, что Латвия станет ассоциированным членом Европейского космического агентства. Но до этого мы, как бы, у нас был какой-то период ухаживания, как бы, знакомства. Я так понимаю, что с 2009 года этот процесс делался. Да, уже с 2009 года. А что сейчас изменилось? Расскажите нам. До этого у нас был договор о сотрудничестве, где мы тоже вплачивали в агентство какие-то суммы из бюджета. И эти суммы возвращались в Латвию, чтобы финансировать конкретно научные или технические разработки. И вот в эти последние, можно сказать, 10 лет Латвия должна была доказать, что у нас достаточно хорошие технологии и разработки, которые нужны Европейскому космическому агентству. Не только для нас. Но они, в принципе, мы, как бы, вплачивали деньги, но Европейская космическая агентство говорила, нам вот эта технология или разработка интересна, а это неинтересно. То есть, они нам, можно сказать, с одной стороны, помогали найти нашу нишу, вот европейским, даже сказать, мировой космической индустрии. Но, и, конечно, они искали такие продукты, которые нужны там. И 11 лет, получается, понадобилось. Да, 11 лет работали. Ну, конечно, нужно все-таки сказать, и до этого у нас была уже своя космическая отрасль. У нас хорошие уже технологии до этого были, и еще в советских времен, можно сказать, хорошая инфраструктура, на которой это все основывалось. Но вот сейчас то, что поменялось, в принципе, в первую очередь, Европейское космическое агентство сказало, что вот то, что вы сейчас за последние 10 лет достигли, нужно европейскому, мировому космическому отрасли. Ждать ли латвийского Байконура у нас вот где-нибудь? Ну, запустим ли мы сами своих космонавтов? То есть, возможно ли такое? В принципе, из Латвии запускать ракеты очень сложно и не нужно, но можно сказать, если в будущее заглядывать, то у нас тут рядом уже строится действительно серьезный Байконур. Это в Норвегии, в самом северном регионе. Там можно запускать ракеты не в экватортальном траектории, а вот в полярных, когда ракеты или сателлиты, спутники, они летают вокруг северного и южного полюса. И это позволяет спутникам снимать всю Землю, что гораздо даже лучше, чем вот как космическая станция летит все-таки по экваторальному траектории. И что, у нас таких, получается, не было съемок до этого? Были, были, но вот то, что, если мы говорим, в Латвии будут ли наши космодромы, я думаю, в Латвии не будет, но вот рядом в Норвегии будут. И, может быть, в Латвии мы не будем запускать ракеты, но у нас все возможности строить ракеты. Хотя космос – это не только ракеты. Космос – это, кстати, гораздо больше… Я хотел как раз спросить, что действительно ли это, что значит для нас космос, то есть полеты на Луну, на Марс, или это все-таки что-то очень практичное, что, условно говоря, раздавать Wi-Fi всему миру бесплатно? Да, но тут можно упомянуть несколько таких важных технологий, что нам дает космос. В первую очередь, это прочные и хорошие материалы. Вот в Рыжском техническом университете разрабатывают материалы для корпусов ракет уже сейчас. И, конечно, те знания, которые мы получаем, разработая прочные и хорошие материалы для ракет, мы это можем использовать в телефонах, в машинах, в других отраслях. То есть материалы – это одно. Конечно, электроника, маленькая, легкая электроника, которая всегда в космосе – это тоже у нас в Латвии разработается. Инструменты, очень точные инструменты. Вот в Латвии компания «Ивентеха» она разрабатывает самые точные в мире, даже в мире часы или таймеры, которые нужны для всех спутников, для космических кораблей, для спутников связей и так далее. То есть уже конкретная мировая, можно сказать, технология разрабатывается. Это в сфере медицины, это в сфере биологии. То есть эти сферы, очень много таких сфер, где можно разрабатывать и где мы уже разрабатываем. Но нас приняли, я понимаю, не навсегда, а до определенного года, да? Да, потому что мы сейчас являемся ассоциированной страной, но чтобы стать полным членом Европейского космического агентства, мы все-таки еще должны поработать. И, конечно, это вопрос денег, потому что мы вкладываем, как страна, вкладываем Европейские космические агентства, эти деньги возвращаются, и мы все-таки должны еще эту отрасль нарастить, чтобы, можно так сказать, чтобы мы получали больше, чем мы вкладываем. Я так понимаю, что вот эта ассоциированность означает, что мы вкладываем меньше денег, чем полноценный член, но и доступ имеем меньше к данным, информации, к сотрудничеству. А по деньгам, получается, выделено 8 миллионов, да, у нас? И вы сказали, что они вернутся, а это точно гарантировано, что они вернутся? Да, у нас гарантировано, что мы должны получать обратно как минимум 85% от суммы, которую мы вкладываем. И это тоже, ну, я как представитель латвийской космической индустрии, я побывал уже за последние 3-4 года на много разных международных конференциях, и к нам уже тоже подходят там большие компании, Airbus европейский, они говорят, да, у нас вот по контракту тоже с космическим агентством Европы, мы должны вот какие-то части своих компонентов закупать в наших членах. И они уже ищут партнеров, которые могут это делать. Так что, как минимум 85% возвращаются, но, можно сказать, эти 15, которые мы оставляем туда, мы обратно получаем, как, можно сказать, новые знания или нового. Потому что Европейское космическое агентство нашим институтам, компаниям тоже дает знания, вот как лучше выйти на конкретные рынки, какие продукты лучше развивать. Так что, эти 15 партнеров возвращаются. Но мы, если посмотрим, скажем, на соседей в Скандинавии, Эстония получает уже обратно почти 2 раза больше. Они уже давно члены? Они уже, по-моему, 5 лет. Эстонцы, как всегда, обошли нас. Немножко, да, немножко обошли, но мы обошли литовцев, если так можно сказать. А Норвегия, скажем, она уже даже 5 раз больше получает обратно в экономику, чем вкладывает. Но я так понимаю, что уже сейчас Латвия производит какие-то инструменты для тех же космических аппаратов. Вы это упомянули. Просто я где-то вычитывал, что и там речь идет о готовящемся полете на Марс, о котором уже много, конечно, говорят. И Латвия каким-то образом и в этом участвует тоже. Да, у нас, кстати, компания Baltic Scientific Instruments, которая разрабатывает очень точные инструменты, которые могут найти следы воды на разных планетах. И это очень сложная технология, которая тоже уже сейчас развивается. Это одна из некоторых. Это вот и идет речь, да, вот о Марсе, например. А вообще, вот если говорить так более, может быть, в целом, откуда у Латвии вообще космический потенциал, грубо говоря? То есть, это какая-то советская школа, как вы уже упомянули, или это рывок уже после, или наследие, там, не знаю, Цандера, Соловьева? Ну, то есть, есть именно, конечно, которые связаны с Латвией. Откуда это берется? Потому что не секрет, что очень много скептиков наверняка, которые говорят, ну, Латвия – космос. Ну, послушайте, у нас куча проблем, которыми надо заниматься, а не космосом. Да, ну, тут можно немножко посмотреть в историю. Вот недавно читал очень хорошую книгу одного историка, почему Запад вышел вперед Азии, скажем так, исторически. И там очень много разного анализа. Но основная идея в том, что те страны, которые научились организовать сложные процессы, они вышли вперед. И вот Англия, Германия, Франция, они научились создавать очень сложные корабли, сложные процессы. И вот космическая индустрия, она тоже, почему она нам нужна? Потому что это очень сложные технологии, очень сложные процессы, очень много процессов качества управления и так далее. Очень-очень сложные. И вот те страны, которые учатся создавать сложные продукты, сложные услуги, они лучше живут, если так можно сказать. И для нас, Латвия, это тоже очень, я думаю, важный шаг научиться создавать сложные технологии. Так откуда потенциал у нас? И потенциал у нас, в первую очередь, тоже, если смотреть с истории, я бы сказал, даже с 18-19 веков, в Латвии была очень хорошая техническая индустриальная база. И вот, я думаю, мы можем сказать, что это у нас было уже в течение последних как минимум 200 лет. И, конечно, сейчас, если смотреть, у нас серьезная советская еще база, которая была у нас радиолокаторы, у нас производили микрочипы для космических кораблей, инструменты тоже. Но это одна, ну, сейчас тоже развивается очень много новых сфер, которые не было в Советском Союзе. Одна из этих сфер, я уже когда говорил, материалы, разработка новых материалов. И там даже утеплительные материалы для космических кораблей, институт деревянных коксностей, я имею в виду, они разрабатывают материалы. Потом анализ данных, которые мы получаем с космоса, тоже новая почти сфера. Институт в этой сфере тоже новая. Так что у нас есть уже древние разработки, но и новые. Кстати, очень, мне лично очень такая сфера новая, которую Рижский технический университет разрабатывает, это очистка воды при биологическими ингредиентами. Вот Альдис, как русский Альдис, зеленый, маленький, который растут в воде. Эти водоросли. Водоросли, да. Вот, в принципе, очищать даже мочу водорослями. И вот такие технологии, они в будущем нужны будут на Луне и на Марсе, чтобы очищать воду. Вот такие технологии, они тоже уже разрабатываются для космических нужд, но потом в будущем они будут нужны, скажем так, даже в любом многоэтажном доме. Вот мочу можно очищать уже в погребе, а не посылать куда-то, да. Да, интересно. То есть, получается, что вот эти космические разработки, они как и военные в свое время, там, в Первую, во Вторую мировую войну, то есть, то, что создавалось для войны, затем становилось на службу мирному. Да, 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 это очень хорошее сравнение, и вот космические технологии, почему они нам нужны, они, мы ведь деньги не тратим где-то в космосе, мы их тратим здесь, на Земле, и в главную очередь мы их инвестируем, чтобы у нас было больше умных людей. Вот, я думаю, это самое, может быть, даже главное. И эти умные люди потом уже, если создают что-то для космических нужд, потом могут это создавать для других нужд, даже здесь, на Земле. Да, да, да. Да, да. Как европейское космическое агентство пытается, ну, вот, как бы, собрать со всех вот понемногу и... Ну, да, я добавлю, что считалось, что раньше вот именно противостояние Советского Союза и США являлось двигателем космической индустрии. Да, я думаю, тут, ну, это, конечно, очень сложный вопрос, но я бы сказал, что нужны обе, 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 нужна немножко конкуренция и нужна сотрудничество. Вот, что мне нравится, я встречался тоже с представителями Роскосмоса, европейских космических агентств, американских космических агентств, что люди, в принципе, видят, что космос, это на данный момент в мире единственная платформа, где страны могут сотрудничать. Да, конечно, страны до сих пор между собой конкурируют, друг друга как-то могут, кто-то хочет друг друга как-то обрядить, это нормально, но вот космос является такой сферой, где все-таки все понимают, что нужно работать вместе, я думаю, Европа сейчас работает вместе, Европа с Америкой, Европа с Китаем, Европа с Россией работает. Так что космос, с одной стороны, это, конечно, сотрудничество, и без сотрудничества нельзя, но это все-таки до сих пор и конкуренция. Конечно, если мы смотрим на Латвию, мы тоже должны очень агрессивно себя показывать в европейском и в мировой космической индустрии, должны себя, свои интересы отстаивать. То, что мы вступили в европейское космическое агентство, это еще не значит, что сейчас все в порядке, мы все равно должны бороться за наши интересы, за наши компании, за то, что мы делаем. Глава Латвийской ассоциации космической индустрии Паул Сирбинс у нас сегодня в утре, нам можно позвонить 672-12-93-9, написать в WhatsApp сообщение 2306-191. Пока мы еще не перешли к таким вот глобальным общим мировым вопросам, я еще про Латвию хотел пару вещей спросить. Насколько я понимаю, из хороших новостей, что латвийский прототип прибора для исследования Венеры получил приз НАСА, вот, наверняка, вам это хорошо известно, что это за прибор, я так понимаю, что он стал финалистом, ну, не совсем победителем, там был ряд победителей и финалистов. Вот что это за прибор для исследования Венеры из Латвии? Это в первую очередь, можно сказать, техническое решение, если я правильно понял от того, что я читал, я не эксперт во всех, но то, что я понял, это техническое решение, как обойти разные препятствия на Венере. И технология, что я увидел, очень уникальная в том, что она очень простая и очень эффективная. Тут можно сказать, что люди, которые придумали эти, они даже не космические инженеры, они просто умные, хорошие инженеры, которые придумали очень простое и эффективное решение. И это тоже показывает немножко, почему нам нужна эта космическая индустрия, что люди, им дается очень сложная задача, и они должны придумать простое, легкое и дешевое решение. И я думаю, это в этом основном причина, почему мы должны принимать участие в разных космических программах. А Венера, она тоже в фокусе нынешних специалистов из космической индустрии? Мы, как правило, слышим о Луне, о Марсе, а Венеру тоже уже исследовать скоро будем? Ну, я думаю, не так много, как Луну. Насчет Луны у нас больше планов и в Европе, и в Америке, и в Китае, и в России. Я думаю, Венера больше научным интересен для ученых. Ну, и, конечно, это очень большое техническое, нужны новые решения, потому что атмосфера Венеры очень-очень сложная, очень недобрелюбная. Да, да, недружелюбная. И поэтому она, конечно, интересна, но в первую очередь, конечно, у нас цель на Луну сейчас, в первую очередь. На Луну. Давайте звонок. Давайте, да. Слушаем вас, пожалуйста. Доброе утро. То есть, если такой вопрос, может быть, ваш поищет. Это беседник пульс событий. Тут я прочитал в российских новостях, что российские космонавты провели опыт, короче, не российский, а МКС, по выращиванию хряща человека в трехмерном принтере 3D. И в латвийске с американскими и российскими учеными результаты обнародовали. Они принимали участие в каком-то исследовании здесь уже у нас. Ну, вы не в курсе что-нибудь в вашем участии? Спасибо. Нет, по нашему участию в этом. Вот по выращиванию, что было? Хрящие, по-моему, это часть человеческого тела. Это одна сфера будущего, где космос нам действительно нужен выращивать разные биологические материалы для медицины в космосе гораздо выгоднее, чем на Земле. Потому что очень маленькое притяжение, нету гравитации, в принципе. Так что медицина, я как уже упомянул, это очень серьезное направление. Есть уже частные компании, которые, в принципе, планируют строить свои частные космические станции, где используются для опытов медицины, выращивания разных новых органов даже. Так что медицина – это одно. Но то, что вторая часть вопроса, я не понял совсем. Латвия, ну вот принимала ли участие Латвия? Там да, речь как будто пришла о том, что и Латвия вот в этом участие. Вот об этом, к сожалению, не слышал. Еще такая новость, связанная с космосом последнего времени, это вот эта вот комета, которую мы наблюдаем в этом месяце, которая называется Неовайс, и которую последний раз 20 лет назад можно было наблюдать. Я понимаю, что, как вы уже сказали, вы не все там сферы космоса покрываете, вы не астроном, но вот интересовались, наблюдали ее? Да, пытался найти, несколько вечеров подряд смотрел в этом направлении, но было очень сложно с облаками, были очень высокие облака, но, к сожалению, так и не увидел. Но астрономия тоже одна такая интересная вещь, которая мне интересна. Вот некоторые из знакомых все-таки увидели. Можно ли говорить, что в космической отрасли был какой-то момент застоя? Потому что я очень хорошо, ну читая фантастику, прекрасно помню, когда фантасты писали вот после уже полетов человека в космос, ну все, вот 2000 году это Марс, Венера, все это будет уже покорено. И была такая эйфория, что вот уже вот все, вот мы высадились на Луне, уже вот дальше уже. И вдруг какой-то провал на протяжении нескольких десятилетий, который очень многих разочаровал и даже вызвал сомнения, летали ли мы на Луну, потому что почему дальше ничего не развивалось? Да, наверное, был такой период, но я думаю, он был даже такой логический, он нужен был, потому что вот вся космическая гонка, которую тоже вы упомянули, она нужна была, чтобы выйти на какой-то уровень качественный, но потом, чтобы удержать этот уровень, это было очень-очень дорого, потому что еще не было технологий, вот компьютеры были очень-очень большие, очень тяжелые, да. На космических кораблях они должны быть очень маленькие, легкие, прочные. Вот был качественный прыжок, но потом мы как бы технологически себя развивали, чтобы это было экономически тоже, экономически выгодно. И вот я думаю, вот сейчас мы достигли такого уровня, что вот мы видим, что уже спутники становятся вот маленькими, вот как кружка, да, кофейная уже такого плана, да, что лет 50 назад было вообще невозможно, да. Мы видим, что ракеты становятся дешевле, мы видим, что материалы легче, прочее, да. Мы смотрим на свои смартфоны и даже знаем, что вот много технологий, которые в них изначально в космических сферах развивались, да. Так что сейчас мы достигли такого, может быть, уровня, где мы это можем уже делать легко, быстро. И людей больше в этой сфере, которая работает, то есть интеллектуальный потенциал гораздо-гораздо больше, чем, может быть, 50 лет назад. Но если смотреть еще со стороны такой социальной, я думаю, вот последние 50 лет они тоже были как бы в мировой истории такие, ну, нестабильные, можно сказать, да. И было очень много других проблем, которые ощущать. А сейчас как бы мы пришли к такой стадии, что люди уже, ну, они уже сыты, они уже здоровы, одеты. И они уже думают, ну, что дальше, что дальше. И космос, ну, опять начинает уже в сердцах и умах развиваться, что, может быть, еще что-то больше нужно, чем просто покушать. Я хочу тоже, продолжая эту тему, некоторые, ну, философские говорят о том, что после того, как исчез Советский Союз, и вот у людей пропало, ну, вот раньше была цель у людей построить коммунизм, условно говоря, вот какое-то вот видение чего-то светлого. И вот когда убрали эту цель, как будто бы люди разочаровались, и некоторые говорят, что такой общий проект человечества по освоению космоса может стать той самой целью, которая может дать людям, ну, вот какое-то понимание, куда мы идем, что мы хотим достичь. То есть, ну, что, ну, какое-то вот конечное… Да, я с вами очень согласен. Я думаю, у каждого человека есть такая нужда быть частью какой-то мечты побольше, чем он сам. Каждый хочет быть и участвовать в каких-то интересных проектах. Я сейчас тоже работаю студентами в университете, мы студентами строим ракеты. И я вижу, что вот тоже молодежь, она хочет не просто хорошо заработать, она хочет быть частью интересного проекта. Они хотят что-то достичь в жизни, что-то побольше, чем они сами, да. Так что я с вами согласен, я думаю, космос может стать для всего человечества таким большой мечтой, и которая может не только что-то дать психологически, но и практически улучшить жизнь здесь, на Земле. Ну, то, чем занимается Илон Маск, то, что даже, хочу сказать, вытворяет Илон Маск вообще, вот запуск последний, да, Crew Dragon компании SpaceX. Как вы следили за этим, какие впечатления, что это вообще значит для вашей отрасли? Да, мурашки еще по-прежнему по коже бегут. Это было очень впечатляющее событие. Могу немножко рассказать вперед. Вот мы в Латвии строим тоже центр космического обучения в Цессисе будет. И мы уже созвонились с SpaceX, и они даже согласны, что мы здесь, в Латвии, будем создавать прототип. Вот модель этого Crew Dragon, они согласны, да, да, да. А для чего мы будем делать? Это чисто для обучения. Вот построим модель Crew Dragon, и люди смогут в него сесть и посмотреть, как он работает. В реальной величине. В величине, да, да. Это, наверное, дорогой проект, довольно. Да, ну, я думаю, они согласны инвестировать разработку всего, как это будет выглядеть. И с нашей стороны мы будем это построить. А когда в Цессисе появится вот эта школа? Ну, это не школа, это будет... Ну, как назвали это? Центр космический... Мы просто называем космический центр или центр космоса, да. Когда ожидается? В 2023 году. Мы сейчас только начинаем этот проект. Но это будет место, вот как сейчас в Цессисе есть центр ЗИНО, где с семьями можно пройти и узнать в интересном формате про науку. Это тоже будет центр, где семьи, школы смогут прийти и узнать о тех космических технологиях, астрономии. Эти программы, которые обучаешь и мы разработаем, они будут связаны тоже с тем, что он в школах обучается. А можно будет учиться, получается? В принципе, да. Это будет часть образовательных программ, которые... Возвращаясь к Маску, всё-таки, ну, понятно, что никак, кроме как положительно оценивать нельзя, но известно, что на его счёт разные мнения его называют, в том числе таким, ну, не аферистом, но в какой-то мере человеком, превратившего науку в шоу. Вот как этот момент вы оцениваете? То есть, понятно, что это популяризирует и привлекает очень многих, но насколько это не делает это всё менее серьёзным, что ли? Да, ну, я бы сказал, в первую очередь, он мой большой кумир, я смотрю, как он организует свои проекты. В первую очередь, он очень много работает, очень много учится, очень много сам внедряется, все маленькие вопросы, да, по строительству ракет, по строительству Тесла. У меня самого была возможность посетить производство автомобилей Тесла в Калифорнии, смотрел, как это всё производится. Так что он очень серьёзно к этому подходит, да. Он, я бы сказал, в маленьком плане, он, конечно, аферист, но в позитивном сфере, потому что он вкладывает все свои деньги вот в эту большую идею, он тоже… Энтузиаст. Да, он большой энтузиаст, и вот, я думаю, он такой хороший прототип, хороший прототип вот бизнесмена, что он не только зарабатывает, зарабатывал, купил себе новый BMW, а зарабатывал, вкладывает обратно и в своё производство, в свою идею, да. А вот эта перепалка после запуска между, ну, не перепалка, шуточная, между Маском и главой Роскосмоса Дмитрием Рогозином, следите, да, вот эти шутки про батут, когда в России запустили лифт с голосом Гагарина, вот что об этом вообще думаете, что говорят в вашем комьюнити? Да, ну, я думаю, это хорошее, позитивное соперничество, я думаю, это всё позитивно, потому что всё равно Элон Маск очень много учился и свои двигатели разрабатывал на базе российских двигателей. То есть, Россию списывать тут тоже не стоит, да, после того, вот как многие представляют это, как такой прорыв и победа американского космического строения? Да, и в каком-то плане, конечно, это для Элона Маска большая победа, потому что всё-таки это многоразовая ракета, она, конечно, экономичная. Мы уже сейчас видим, что Элон Маск уже, вот если посмотреть, он не то, что каждый месяц, уже там почти каждые 2-2 недели запускает ракеты, да, это очень серьёзный рывок вообще для индустрии мировой, и, конечно, по ценам он всех может сконкурировать, так что это очень серьёзный движок вперёд или рывок вперёд. За ним следует сейчас очень серьёзно Китай, тоже хочет разработать многоразовую ракету. Два года назад встречался с Арен Спейс, который в Европе разработает ракеты, они уже тоже понимают, что другого пути в разработке ракеты нету, только многоразовые ракеты, да, ну и, конечно, Россия тоже говорит, что вот в это направление нужно идти. Но получается, здесь мы сталкиваемся с тем, что есть частный бизнес, и вот освоение космоса должно быть государственным, или здесь всё-таки вот частный бизнес тоже может сыграть свою роль? Я думаю, вот если мы посмотрим тоже в историю, государство, как правило, всегда начинает большие сложные проекты, да, скажем, Колумб, когда ехал открывать Америку, это всё-таки было государственное мероприятие, да, потом это помаленьку становилось частными, да, и в космосе, я думаю, то же самое, вот изначально это большой государственные разработки, бюджеты, но потом постепенно какие-то серии перенимают частные, да, и думаю, это будет тоже самое, следующий рывок будет, когда мы будем получать материалы из астероидов, да, это тоже, и сейчас уже компании вот в Америке, Америка, кстати, вот интересно сделала законопроект, который разрешает американским компаниям получать материалы из астероидов, там, железо, золото и так далее, да, и вот это тоже интересный рывок, который уже сейчас, где много компаний, вкладывать деньги, чтобы в будущем, в будущем лет, даже через 20-30 были основаны компании, которые получают полезные ископаемые из астероидов. Это вы говорите о том, что вот Трамп подписал этот указ, который закрепляет, как это там было, право американцев на добычу космических ресурсов, и это назвали вообще в каком-то мере колонизацией космоса Америкой, очень так и этично оценили это все, кому вообще принадлежит космос. Да, вот это интересно, потому что Америка немножко, может быть, не совсем этично это сделала, потому что я думал, все-таки нужно было какой-то международная дискуссия на эту тему, да, они так... Трамп долго не думал. Да, он долго не думал, хотя я знаю людей, которые этот законопроект лоббировали, еще до Трампа, и это был очень сложный процесс. Я лично думаю, что нужна была какая-то международная дискуссия про эту тему, потому что астероидов очень много, и просто материалов там настолько, что мы можем всю тяжелую индустрию, которая на Земле, можем, в принципе, перенести в космос, да, и, конечно, их основать, и их... получать эти материалы нам необходимо для развития человечества. Но вот с другой стороны, то, что они это сделали, это как бы подняло эту тему опять на международном уровне, и сейчас страны уже начинают об этом говорить уже более серьезно. А вот по поводу переноса в космос, проект Mars One, да, который по-прежнему еще как бы происходит, этот процесс, и вот вы в свое время, да, навели много шума в новостном пространстве, когда заявили, что вы готовы отправиться в один конец на Марс. Как там вообще дела с этим Mars One? Я так понимаю, что в этом году хотели посадочный модуль туда запустить, и в то же время по-прежнему многие скептики говорят, что, ну, какая жизнь на Марсе, как бы это все так, несерьезно. Ну, в первую очередь, насколько я смотрю, Mars One уже, в принципе, банкротировала компания, они уже остановили всю свою разработку, они не нашли финансирования, но я думаю, они очень сделали хорошую вещь, что начали диалог об этом, потому что после этого, как они начали об этом говорить, потом начал и Китай говорить, потом и Соединенные Штаты, Илон Маск перенял эту идею, потом и Россия, потом сейчас уже обвиненная Арабским Эмиратом. Это перспективная вообще история с Марсом? Я думаю, в будущем, в далекем будущем, где-то лет через, может быть, 100, это реально, это нужно. В первую очередь, если мы сумеем сделать экономическим вот наше лунное поселение, потом мы можем смотреть на Марс. Но мы должны понять, что главное, что мы получаем от таких больших, может быть, проектов, конечно, они стоят денег, но мы, в первую очередь, получаем, если смотреть, что Колумб получал, когда основывал Америку, он получал ресурсы, деньги, золото и так далее. Когда мы будем осуществлять Луну, Марс, мы будем получать очень много новых знаний. Это самое важное, наверное. Ресурсы, конечно, тоже будут, но в основном это будет очень много знаний. Но вы тогда имели желание и даже намерение уже участвовать в этой программе. Сейчас программа, получается, накрылась медным тазом, но развивается очень стремительно космический туризм, как вариант, например. Понятно, что это безумные деньги, но наверняка люди, которые там лишатся, они могут каких-то спонсоров вообще найти. Вы вот сами рассматриваете какие-то возможности? Ну, если заработаю столько денег, конечно. Я думаю, космический туризм будет возрастать. Это и по-прежнему очень маленькая индустрия. Очень мало таких людей, которые готовы платить миллионы за полет. Но Эллен Маск тоже собирается это предлагать уже на своих капсулах. Люди смогут полететь. По-моему, цена была 20 миллионов, что-то такое. Есть тот же Virgin Galacta, который своим самолетом может полететь на 100 километров. Но это не орбитальный полет, это суборбитальный полет. Там, по-моему, цена была 200 тысяч. Но это по-прежнему, я думаю, очень-очень большие деньги. Так что туризм не настолько будет расти. И больше всего, я думаю, это частные космические станции, в которых смогут страны, которые сами не могут участвовать в больших космических научных проектах, смогут это ориентировать или использовать. Но мы вот на нашем веку, сидящие в этой студии, находящиеся, что, как вы думаете, заглядывая в будущее и разбираясь в этом больше, чем мы, что мы успеем застать? Ну, я думаю, в течение 20 лет, я думаю, мы сможем из Латвии послать своего космонавта, который тоже будет принимать участие в этом, я думаю, какие-то ученые, которые разработают какие-то новые технологические решения и будут их внедрять. Я думаю, Латвия будет очень активно принимать участие в европейских лунных программах, где Европа взяла очень большую инициативу создавать такой Moon Village или лунное поселение, которые могут использовать не только европейские, а любые страны, что, я думаю, очень хороший тоже момент. А в мировом масштабе? В мировом масштабе, я думаю, мы увидим то, что через лет 20 у нас будет поселение на Луне, люди будут туда ехать, работать, развивать технологии, чтобы эти поселения были самостоятельными, я думаю, чтобы это поселение могло себе самого выращивать еду, очищать воду, воздух. Такие технологии помогут в больших городах тоже очищать воздух, воду, выращивать еду уже в городах. Так что, я думаю, на Луне мы лет через 20 будем, будем там работать. Насчет Марса я не так уверен, потому что это все-таки очень-очень дорого. Но вот даже если мы будем через 20 лет на Луне, тоже будет большое, я думаю. Стивен Хокин говорил, что, по-моему, пока мы не освоим другие планеты, есть опасность для человеческой цивилизации погибнуть, что мы можем загубить свою планету, и тогда это будет означать конец просто разумной жизни. Да, ну вот с этим я полностью согласен, что мы должны уже в нашем обществе понять, что мы как цивилизация, как люди должны искать новые места, где… То есть, фильм «Интерстеллар» не за горами? Я думаю, «Интерстеллар» еще далеко может быть, но вот поселение на Луне, получение материалов, ресурсов и эстероидов – это очень реально. А вот чуть-чуть к Латвии возвращаясь, вы упомянули, что, когда мы говорили про историю, что 200 лет латвийской, можно сказать, космическому развитию, и действительно астрономии как минимум 200 лет, потому что именно 200 лет упал Ликснанский метеорит. Да, правильно я говорю. И 4 метеорита всего в Латвии были найдены, и все они, как считается, упали с 820 по 890 год. Интересно просто, что все… получается, что все упали тогда. Это значит, что не найдены еще многие или… Я думаю, очень много еще не найдено. Просто дай больше. Конечно, да, это много, и в сфере астрономии очень тоже много интересного в Латвии тоже развивается. Вот наши ученые в Латвии, в принципе, тоже разрабатывают методику, как, наблюдая за астероидами, можно понять, вот какие на астероидах полезные ископаемые. Да, так что, ну, астрономия тоже у нас очень-очень хорошо развита в Латвии. Хорошо, а еще под занавес сфера, да, время таких немножко смешных вопросов. В связи с коронавирусом, в том числе, мы сейчас переживали такую новую волну всякого рода теорий заговора, да, конспирологии. Вот активизировались эти люди, считающие Землю плоской. И была эта история со штурмом зоны 51, да, вот это вот какая-то странная история, когда люди хотели этот военный объект в Америке штурмовать. Как вообще вы на все это смотрите? Это мешает космической индустрии, потому что такой туман какой-то необразованности нагоняет? Или, наоборот, тоже популяризирует и в конечном итоге продвигает? Я думаю, это нормальный процесс. Любые такие теории, они нормальные. И люди, когда не понимают что-то, они начинают искать простые объяснения. И я думаю, это нормальный и хороший процесс, когда общество может дискутировать, да, может сказать. Вот я верю, что Земла плоская. Кто-то говорит, другой скажет, давай хорошо, сядем вместе, давай сделаем общий эксперимент, чтобы понять, какая она, да. И вот то же самое с любимыми такими теориями заговора. Вот у меня был хороший разговор с космонавтом российским, который родился в Риге, Анатолий Яковлевич Соловьев. И я ему в первый раз, когда мы уже, по-моему, лет 5 или даже больше назад встречались, я спрашивал, вот как там с этой лунной программой, когда американцы сели, было ли это вообще на самом деле. И он очень просто это объяснил. Вот когда американцы туда летели, Советский Союз за этим очень-очень серьезно наблюдал. И, конечно, если бы американцы там не сели, Советский Союз был бы первым, который сказал, вот, это все неправда, да, и доказал бы этим и радиосигналами, и оптическими всякими. Так что вот любую, конечно, теорию, это нормально, что люди приходят к таким теориям, но важно, чтобы мы не закрывались и постоянно говорили друг другу. Одиноки ли мы во Вселенной? Вот не могу не задать этот вопрос. Ну, конечно, интересно. Я надеюсь, что нет. Что говорят ученые? Ученые не могут сказать, да или нет. Ученые говорят, что очень маленькая возможность, что мы одиноки. Но вот я, конечно, сам лично думаю, что мы не одиноки, но мы должны подходить к этому вопросу тоже с научной точки зрения. И мы должны думать, вот почему никого еще не нашли. А может быть, это время, которое мы просто их ищем, очень-очень маленькое, последние 100 лет или даже меньше, 50 лет на космическом плане. Это очень маленький период, может быть, цивилизации, которые даже рядом, они начались 500 тысяч лет назад, и потом за 100 тысяч лет набрали такой рост своей цивилизации, что им уже радиосигналы не нужны. Так что там очень много вопросов интересных, но важно, что мы как цивилизация, как разумная цивилизация сейчас здесь существуем и должны за свой вот этот разум, космический разум наращивать. Спасибо большое. Глава Латвейской ассоциации космической индустрии Паус Ирбинс был у нас сегодня в Утрие.